10 часов утра. Избирательный участок 3195 на территории школы номер 25. В самом разгаре заключительный день голосования, который в стране объявили выходным. На участок с волеизъявлениями подходят химчане, в числе которых глава городского округа Дмитрий Волошин, а также депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Здравствуйте. Как вам работаете? Нормально? Представители власти также оценили безопасность на участке. В фойе на столе перчатки, антисептик и средства индивидуальной защиты для тех, кто вдруг их забыл. За исключением мер безопасности, процедура проходит по стандартному сценарию. При себе необходимо иметь лишь паспорт. Ручку каждому участнику голосования выдают индивидуально. Блютень с голосом сначала Ирина Роднина, а следом и Дмитрий Волошин поместили в электронную урну. Дмитрий Волошин высоко оценил организацию проведения голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Напоминаю, что для нас безопасность является приоритетом этого мероприятия. Все участки открыты. Мы видим, что достаточно большое количество изъявляющих желания жителей приходит на участки, что нас только радует от такой важной и активной гражданской оппозиции. Она говорит о многом. Поэтому, в первую очередь, спасибо всем нашим жителям, химчанам, за их активную гражданскую оппозицию. И я надеюсь, что мы сегодня закончим этот прекрасный солнечный день, а также прекрасно, как он у нас начался. На всем своем избирательном округе я не увидела ни аккуратного, ни исполнительного решения этого вопроса. То есть везде средства защиты, везде есть достаточно хорошая разметка, везде четко входы и выходы, и люди работают. Напомним, что все участки закроются в 8 часов вечера. Еще есть время отдать свой голос за или против изменений в Конституцию Российской Федерации.